Бег Бег старшего поколения лучше не в бега опуститься, а выбрать так называемую скандинавскую ходьбу. Скандинавская ходьба представляет собой пешие прогулки, во время которых при ходьбе необходимо опираться на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. Благодаря им снижается нагрузка на колени на 20%, задействованы вдвое больше мышц и сжигается на 40% больше калорий. Она идеально подходит людям, склонным к полноте и людям старшего поколения. Многие приходят после инсульта, занимаются здесь. Некоторые есть. Бабушки, у кого болели колени, сейчас они себя намного лучше чувствуют. Это во-первых. И посмотрите, среди наших женщин нет никого грузных. Мы все набрали свою форму, какие должны быть. У людей, регулярно занимающихся этим видом физической культуры, снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выходят токсины, что в целом способствует общему омоложению организма. Так что стоит приглядеться к палочкам. Вот так, уже лучше, лучше. Вот плечо, зачем опять наклоняешь? Что ты хочешь плечом? Ты в костыль упираешься? Ты в костыль упираешься? Нету костыля у тебя? Казалось бы, обычная с виду тренировка, но особенность ее в том, что девушка на беговую дорожку не ради фигуры пришла, а для здоровья. После ДТП перелом бедренной кости. В трех местах у меня сломана нога. Соответственно, вот сейчас нужно восстановить ее. Взяться за скандинавские палочки, да и просто заняться бегом у Марины пока нет возможности. После страшной аварии стоял вопрос, сможет ли вообще девушка ходить. И, как видим, смогла, а все благодаря правильно подобранным упражнениям и, конечно же, силе воли. Когда мы говорим о беге, у нас должна работать правильно биомеханика. И когда после травм восстанавливается, мы восстанавливаем биомеханику. То есть все рычаги должны работать правильно. Соответственно, мы должны привести мышцу в анатомическое положение. Иными словами, прежде чем Марина вернется к полноценной жизни и способности бегать, необходимо исправить перекосы в ее организме, полученные после травмы, и заново научиться ровно ходить. Поэтому занятия в спортзале под чутким руководством тренера идеальны для людей, идущих к выздоровлению. На пятку так нельзя приземляться, либо на прямой носок. А плавненько, легко приземляемся на носок, и потом уже на пятку. А для тех, кто впервые всерьез решил заняться самым обычным бегом, получить консультацию будет не лишним. Оказывается, в этом деле столько нюансов, начиная от постановки стопы, заканчивая целью. Первое, что нужно сделать, это придумать цель для своего бега. Потому что ты можешь начать загореться этой идеей, потом угаснуть. Первоначально нужно поставить цель, например, пробегу 3 километра, 5 километров, и дальше достигать также самоцели. Как только ориентир определен, подберите правильную одежду. Выбирайте специальные беговые кроссовки на толстой платформе, чтобы была амортизация. Иначе можно повредить суставы. Перед началом любой тренировки обязательно разминка, чтобы разогреть тело и не шокировать его резкой нагрузкой. Когда мы бежим, нужно смотреть прямо, не нужно смотреть под ноги. Вот взгляд прямо, осанка. Можно немного наклониться вперед, потому что когда мы наклоняемся вперед, начинаем непроизвольно уже бежать. Немаловажная и постановка рук. Их сгибаем в локтях и не перекрещиваем во время бега. К слову, спринтеры при помощи правильной постановки и движения рук увеличивают скорость бега. Как только азы уяснили, можно отправляться в путь, и лучше всего это делать в компании друзей. Так и стимул выше и веселей.